Представителя посольства Российской Федерации в Молдове Сергея Игнатенко и депутата парламента Олега Липского у входа в здание райсовета Басарабяска встречали руководители районной администрации и ветераны Великой Отечественной войны. В ходе беседы за чашкой чая они обменялись мнениями об экономической и политической ситуации в стране и в районе. Конечно, как и все районные центры, Басарабяска сегодня, наверное, не в самом хорошем состоянии. Людей, насколько я понимаю, много уехало на заработки, здесь их нет. Естественно, и город развивать тяжело из-за этого. Но я думаю, что отчаиваться не надо. Надо пытаться делать что-то, надо пытаться развивать. И я еще раз повторюсь, я считаю, что железнодорожный этот узел, он должен послужить тем драйвером развития. Для вашего населенного пункта и для района в целом. Обсудили участники встречи и перспективы взаимного сотрудничества, как на международном, так и на региональном уровне. Россия всегда открыта для сотрудничества для Молдавии. А молдавскому народу, молдавским политикам, руководству нужно определиться, насколько важно им сотрудничество с Россией. Я думаю, что перспективы, направления для возможного взаимодействия, они существуют для двух государств. Мы, как и обещали, будут сотрудничество с Россией, у нас общая история, у нас общая культура. Поэтому нам очень важно, что к нам приезжают, что нас не забывают, так как у нас самый маленький район. И мы хотим видеть здесь всех. И посольство Российской Федерации, и Европейского Союза, чтобы они к нам приезжали и видели нашу проблему, нашего города, нашего района. И чтобы мы могли совместно с ними сделать так, чтобы у нас здесь, в нашем районе, в городе стало намного лучше жить. Чтобы отдать дань памяти героям, погибшим во Второй мировой войне, и гости, и хозяева, возложили цветы к мемориалу славы. Затем все они направились в городской дом культуры, где проходил ежегодный фестиваль военно-патриотической песни «Виктория-71». Ежегодно в преддверии 9 мая в городском доме культуры проходит фестиваль военно-патриотической песни «Песни веры, надежды, любви, Виктория-71». Целью данного фестиваля является приобщение молодого поколения к красоте и лирике военных лет. В концерте приняли участие самодеятельные артисты в возрасте от 8 до 36 лет. Песни веры, надежды и любви в их исполнении звучали столь искренне, что равнодушных в зале практически не осталось. Спит какой-то молодец беспробудным сном. Затем все они направились в городском доме культуры проходит фестиваль военно-патриотической песни «Песни веры, надежды и любви в их исполнении». ПЕСНЯ 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 Хотя фестиваль был приурочен ко Дню Победы, оценить старания артистов смогли только два ветерана. К сожалению, с каждым годом остается все меньше живых свидетелей страшных событий, произошедших в 40-х годах прошлого столетия. Если год 65-летия у нас в районе было около 200 ветеранов, то сегодня их осталось в районе 15 человек. Сегодня на данном мероприятии присутствуют, к сожалению, только двое. Это Каваджи Иван Петрович и Калагурян Тамара Харлампевна. Я хочу поздравить всех ветеранов с таким грандиозным преддверием праздником. Это праздником 9 мая. Пожелать им, конечно, крепкого здоровья. Их у нас осталось не так уж много, 9 человек, но все же те, кто остались, мы постараемся помогать, сколько им будет суждено, и Богом прожить на этой земле. На организацию мероприятия городская примария выделила 2800 леев, которые были направлены на призы победителям конкурса.